Не пойду, пенсионеры, пенсия, сплошные нервы, телик, правнуки и дача, да еще мараз в придачу. Это видео может смело претендовать на высокие строчки в музыкальных хит-парадах. Авторы его активисты ансамбля «Дубравушка» из села Дубовка Шпаковского района. Вместе с коллегами из народного хора «Калинушка» они написали текст и обратились в редакцию нашего телеканала, чтобы слова и музыка обрели визуальную форму. Мы творческую идею поддержали, хотя большинство из тех, кто снимал и монтировал песенные ролики, еще нет и 30-ти. Так что тема выхода на пенсию для них очень далека. Они с искренним уважением к своим родителям, бабушкам и дедушкам творили вместе с артистами. Сами же певцы объяснили, что хотели, чтобы их заметили, ведь их точка зрения тоже имеет право на жизнь. Просто выбрали для себя наиболее приемлемый способ. Активные участники у меня. Я считаю, что частушка, она всегда выходила из народа. И всегда частушка сочинялась именно о тех злободневных темах, которые всегда были у нас в народе. И они всегда отражались в частушках. И мы решили вот этой частушечкой немножечко рассказать пенсионерам и народу о том, что мы молоды, что 55 – это еще не пенсионный возраст. Калинушка на сцене уже больше 20 лет, Дубравушка немного меньше. В репертуаре коллективов в основном народные песни. Между тем останавливаться на достигнутом артисты не собираются. Уже репетируют новую порцию частушек на злобу дня. А я на пенсию пошла, хорошо оделась, руки, ноги подлечила, замуж захотелась. Правильно, правильно, правильно ходила. Правильно, неправильно, кому такое дело. Вдохновение, говорят артисты, у них не иссякнет, уж больно тема встревожила. Говорят, без работы русский человек просто умрет морально, состарится, сгорит раньше срока. Когда я пошла на пенсию в 55 лет и увидела в своем пенсионном удостоверении, что там написано «по старости», я чуть в обморок не упала, что так это пишут «по старости». А мне еще работать, доработать я очень энергичная была. И мне 55 лет, это не возраст. В 55 лет жизнь только начинается. Большинство артистов уже давно пенсионеры, при этом продолжают работать и подрабатывать. Для них это не только способ не стареть, но и хорошая прибавка к пенсии. Не работать нереально. Поэтому большинство, мы пенсионеры, и работаем, чтобы немножечко повысить нашу денежную массу в семье. Где-то помогаем, где-то день рождения, где-то праздники. И надо немножечко всем же уделить внимание, детям и внукам. В планах у коллективов записать целый альбом. Думаю, что еще мы будем много писать частушек, сочинять. Женщины у нас такие рукодельницы-частушечницы будут сочинять такие частушки. И возможно, что с этими частушками мы можем выехать на какой-то конкурс, где-то поучаствовать в каких-то концертах. Ближайшие мероприятия, где не хотели бы выступить и День города и края. И очень надеются, что их пригласят. Кира Рогожина, Андрей Яценко, Ставропольское телевидение.